ПЕСНЯ Приветствую, меня зовут Сокол и о блин, сколько ж дерьма с логотипом Звездных войн за эти годы было вывалено на прилавки. Да, в мерче Звездных войн запросто можно утонуть, но прежде чем мы об этом поговорим, у меня для вас есть новость. Ребята, с начала декабря любимые нами викинги обновились ну просто по-серьезному, став первой мобильной стратегией с элементами РПГ. Это стоит вашего внимания, полная свобода действий в игре, хочешь покоряй мир дипломатии, хочешь строй неприступный город с мощнейшей экономикой, ну или просто зовешь друзей, собираешь армию и разносишь вражеские королевства, что очень весело, я лично предпочитаю последнее. В общем, все, кто помнит те самые стратегии и РПГ из 90-х и 2000-х точно залипнут в викингов, просто поиграйте минут 5 и вы поймете, почему уже 15 миллионов игроков настолько любят эту игру. Скачивайте викингов по ссылкам в описании и именно по этим ссылкам вы получите бесплатный щит и 200 голды для быстрого старта в игре. Повторюсь, 200 голды и... И дайте этому человеку щит. Мы совместно с создателями игры викинги решили провести для вас конкурс. Супер приз, айфон 10 или галакси ноут 8 или айпад про, но это уже на ваш выбор. Для этого необходимо скачать игру по моей ссылке, по той что в описании и дойти в игре до пятого уровня дворца. Все подробности о том, как забрать свой приз в группе ВК викингов, ссылка также в описании. Ну а теперь обсудим мерчендайз по Звездным войнам. Я хотел продемонстрировать глупые примеры сопутствующей продукции, но говорить об этом следует после того, как мы выясним с чего все начиналось. Джордж Лукас по сути изобрел блокбастеры со своими Звездными войнами. А еще он похоже первый, кто придумал зарабатывать бабки на сопутствующей продукции. В далеком 77 году никто и подумать не мог, что продажа игрушек и прочей атрибутики может стать серьезной статьей дохода. Это сейчас на игрушках те же Марвеловцы зарабатывают больше, чем на своих фильмах. Я уж молчу, какие необъятные тонны различного мерча с логотипом Звездных войн было продано за эти годы. Но в те времена это было в новинку, ну а в фильм никто попросту не верил. Руководители студии 20 век Фокс были так рады, что Лукас отказался от полумиллионного гонорара в пользу 50 тысяч прав на сиквелы и сопутствующую продукцию. Конечно, пожалуйста, вот тебе все, что ты хочешь и снимай свою фигню, лишь бы ты от нас отстал. Надо ли говорить, что за столь невыгодный контракт для студии многие лишились своих рабочих мест впоследствии? Думаю, не стоит. В те годы небольшая компания Kenner Productions заключила соглашение с Лукасом на выпуск игрушек. Компания была ну очень скромная, большие же производители послали Лукаса куда подальше. Да и в Кеннер планировали выпустить модельки кораблей, фигурки персонажей только лишь через полгода, всерьез не рассчитывая, что смогут продать их. Но тут случилась премьера, и безумие Звездных войн захлестнуло всех. Ну а Кеннер же в свою очередь захлестнул от цунами с запросами на игрушки. Доходило до того, что в период отсутствия игрушек на рынке стали продавать купоны, которые позволяли в будущем приобрести эти игрушки. Любую продукцию с логотипом Star Wars просто сметали с полок. Это была золотая жила. И это все изменило. Огромные деньги с продаж игрушек и прочей сопутствующей продукции позволили Лукасу и его фильмам стать независимыми от студийной системы Голливуда. Изменился сам подход к мерчендайзу. Теперь Кеннер работали над игрушками заранее вместе с Лукасом, чтобы продукция поступала в магазины вместе с фильмом в кинотеатры. Отныне таким образом стали работать все. И уже тут Лукас-творец стал превращаться потихоньку в Лукаса-бизнесмена, что начало сказываться на самих фильмах. Изначально действие финальных сцен возвращения джедая должно было происходить на планете, которую населяли Вуки, родня Чубаки. И тогда битва со штурмовиками смотрелась бы поэпичней, а победа Вуки была бы хотя бы чуть-чуть логичней того бреда, что нам показали. Но теперь Лукас думал не только над сюжетом, но и над тем, как это будет продаваться в магазинах игрушек. Плюшевые мишки. Вот к чему это привело. Вуки выкинули из сюжета, а Эваки стали хитом продаж. И никого не смущало, что в фильме они показаны явными людоедами. Детишкам они очень нравились. Гигантский конвейер было уже не остановить. Честно, я сам стал жертвой этой машины по производству мерча. Я большой поклонник Лего по Звездным Войнам. У меня есть несколько моделей и даже фигурка Вейдера из Лего. А это порк. Знакомьтесь, не удержался, купил. Короче, мерчендайз по Звездным Войнам все еще продается очень хорошо и бойко. Его скупают такие ребята, как я, родители покупают игрушки своим детям, и дело уже давно не ограничивается только игрушками. Все хотят кусок пирога. Маркетологи уже не смотрят, на что они ставят лого киносаги. Будь то футболка, плакат, или будь то бритвенный станок или шампунь. Это, например, реклама Лореаль. Хотите иметь такие же шелковистые волосы, как у Чуи? И вот тут непонятно, то ли девушкам предлагают не брить волосы по всему телу, то ли шампунь вызывает резкий рост волос повсюду. Ладно, 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 это шутка. Но вот что не шутка. Шампунь с Вейдером. Интересно, что конкретно Вейдер мог мыть этим шампунем? Свой шлем? Или то, что под ним? Туалетная вода с йодой на этикетке. Будь джедаем. Пахни как йода! Учитывая, что последние 20 лет йода жил на болотах планеты Дагоба, а запах у него, наверное, тот еще. Кроме того, туалетная вода зеленого цвета? Наверняка все это замешано на болотной водице, да? Хех, ах, какая прелесть. Да это еще что? Представляю вам парфюм Леи Рабыни. Все ведь девчонки хотели пахнуть, как плененная большим червеобразным инопланетянином девушка в цепях, да? Разве нет? Да это запах сезона, я думаю. Уверен, что в секшопах эти духи пользовались успехом у любителей сада Маза. Шли в комплекте с цепью и металлическим купальником. Вообще-то Керри Фишер в этом обличии была частой гостьей влажных мальчишеских фантазий. Но для этих целей как бы хватало фотографий в этом наряде. Я очень сильно сомневаюсь, что девушки хотели пахнуть так же, как она, сидя рядом с Джаббой. Кстати, об этих фотках. Мне одному не по себе, когда я смотрю на них. Он же вроде как ее отец. Ну ладно, не об этом речь. Еще сомнительным, мне кажется, решение сделать из хана Сола в карбоните шоколадную плитку. Не знаю, не знаю, сжевать своего любимого персонажа, хоть и с шоколадом, мне лично удовольствия не доставляет. Кстати, такой же дизайн был у печенюх Поп Артс. В Америке многие фанаты были этим очень сильно возмущены. И да, не самая лучшая идея, как по мне. Ну а пережеванного и переваренного хана Сола можно выкакать прямо в желудок Сарлоку, где это будет перевариваться еще ближайшую тысячу лет. Вообще, кто из вас мечтал испражняться в рот Сарлока? Вот вам наклейки для унитаза. Превратите свой толчок в настоящего Сарлока. На дне лежит труп разлагающегося Боба Фетта, а Хан Сола все еще вытаскивает Лэнда Каларисиана. Если хотите, то можете попробовать попасть по любимым персонажам с труйкой мочи. Вы ведь всегда этого хотели, верно? А может вы всегда мечтали разрубить живот Тонтона, чтобы переночевать в его внутренностях? А? Не проблема. Вот вам спальный мешок в виде Тонтона. Ну, вообще-то это прикольно, я бы такой купил. Между прочим, это было первоапрельской шуткой на одном сайте, который занимался продажей спальных мешков. Однако, людям это так сильно понравилось, что такие спальные мешки запустили в итоге в производство. И я не против был бы займеть такой. И вот такие полотенца бы я тоже прикупил. И портативную зарядку для телефонов в виде светового меча. Таскаешь такой на поясе, а все думают, что ты джедай. Ну или поехавший. Хотя, поехавшими надо явно считать тех, кто купил следующие вещички. Магический шар йода. Знаете, эти шарики, которым можно задавать вопросы с ответами на да или нет? Так вот, йода ответит на все ваши вопросы. Нужно всего лишь заглянуть ему под халат. Меня спроси, переверни и на попец мой посмотри, юный падаван. Сука, кому это в голову пришло, а? Но это еще не самый трэш. Перед вами держатель для скотча в виде С-3ПО. О, да. Потяни за край скотча. Доставь этому мерзкому грязному роботу наслаждение. О, судя по роже этого дроида, он явно кайфует всякий раз, как катушка скотча щекочет его стальную, позолоченную промежность. Но даже это не так волшебно, в кавычках, как возможность полизать язык самого Джа-Джа Бинкса. Блин, это омерзительно. Ну серьезно. Это самое уродское уродство, какое производили на свет. Мало того, что детишкам предлагали пососать язык Джа-Джа, вдумайтесь только, засосать язык Джа-Джа, слиться с ним в страстном французском поцелуи. Так этот язык еще и выглядел мега отвратительно. Вы взгляните на него, как будто конская залупа с каким-то венерическим заболеванием. Что это за ужас? Вообще пиарщики приквельных эпизодов либо обладали каким-то супер извращенным чувством юмора, либо были полными придурками. Язык Джа-Джа, который требовалось облизывать, это лишь вершина айсберга. Как вам блевательные пакеты в самолетах с рекламой мести ситхов? Я, конечно, понимаю, что на Западе не любят приквелы, но чтобы настолько? А между прочим, месть ситхов это лучше приквел из трех. Но нет, у людей, видимо, и из-за него тоже срабатывает рвотный рефлекс. Ну или пиарщики давали возможность подтереть зад приквелами, поместив опять же изображение постера мести ситхов на туалетную бумагу. Вот вам, вот вам приквелы, говорит чувак сия в туалете. Вот как-то так это выглядит, на мой взгляд. Вы скажете, то было раньше, сейчас так не лажают. Ну да, конечно. Это игрушки-плевалки для детей, по седьмому эпизоду. Ими можно было брызгать водой где-нибудь в бассейне. И да, они выглядят как дилда. Сходство настолько впечатляющее, что даже дошло до того, что их стали продавать в секс-шопах. Ой, как неловко-то. О, как же так получилось-то, а? В завершение этого парада нелепых товаров по Звездным Войнам, хочу показать вам отечественный бренд. Это вода Святой Источник с изображениями наших любимых персонажей. Йода особенно хорошо удался. Оказывается, у силы есть Святой Источник. Вы не знали этого, да? Какие там в жопу миди-клорианы? Ты водички хлебни. Особенно мне нравится, как вяжется словосочетание Святой Источник и Тёмный Лорд Ситха в Дарт Вейдер. О да, у него-то там уж точно Святой Источник. Короче, мерчендайз по любимым фильмам, а уж если это тем более Звездные Войны, это круто. Но, как оказалось, не всегда. Ко всему необходимо подходить осмысленно, знать меру и не лепить логотипы куда попало. Собирать из лего шагохода это одно, а вот лизать язык Джаджа это уже совсем другое. Кто, блять, до этого додумался, а? А как вам коврик из шкуры Чубаки, а? Да, сынок, я убил эту тварь и содрал с него шкуру. Приятных сновидений. Ну а с вами был Сокол, рассказывал вам о самом тупом мерчендайзе по Звездным Войнам. Уверен, что это далеко не весь дебилизм, это то, что я видел сам и то, что мне удалось найти на просторах сети. Ну что ж, пока и да пребудет с вами Сила. Обзор восьмого эпизода будет уже завтра. Для тех, кто смотрит это видео позже, ищите обзор на моем канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!